Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Ольга Сухоплюева. Сегодня расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Между жителями и управляющей компанией разгорелся конфликт. Яблоком раздора стали балконы, которые в ближайшее время пойдут под снос. Шел на работу, а попал на больничную койку. На пешеходном переходе водитель сбил 52-летнего мужчину. Серия поражений прервана. Магнитогорский «Металлург» в последнем матче одержал долгожданную победу. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Кужановская резня так в народе уже успели прозвать акт вандализма в Обзелиловском районе. Неизвестные подпилили уникальные кужановские лиственницы, которым присвоен статус памятника природы. Подпилили так, что от порыва ветра деревья могут рухнуть. Реликтовые лиственницы с шаровидной кроной не стали выкорчевывать, когда началось освоение целинных земель. Их уберегли в войну, но удастся ли волонтерам спасти их сейчас – большой вопрос. Десятки людей возле ворот – это те, кто вечером в пятницу услышали печальную новость о гибели кужановских лиственниц и не смогли остаться в стороне от трагедии. Кто и зачем решил погубить реликтовые деревья – вопрос открытый. Злоумышленник подпилил все 11 лиственниц, оставив на стволах глубокие пропилы. Уцелела сердцевина. Это и дало людям пусть минимальный, но шанс реанимировать деревья. «Надо кору чуть-чуть подгладить топориком, самую грубую кору, чтобы круглую. Потом обмотать пищевой пленкой. Потом поставить губку вот такую толстую, 5-сантиметровую. И хомутом стянуть, чтобы воздух не заходил в этот щель, не сушил». Этому плану и решено было следовать. Удержат ли полиэтилен и подручные средства, могучие, но теперь уже хрупкие стволы, никто гарантий не дает. Волонтеры еще ждут предложений по спасению лиственниц от ученых. За помощью обратились в университеты. «Пока люди точно не знают, что делать, но стараются, чем могут. Ждем еще приезда биологов из Уфы. Может быть, они еще что-то дельное подскажут, чтобы рана начала как-то заживать. Там уже смола капает, уже пытаются затянуться рано». «Верим, чудеса весной посмотрим». А чудеса действительно иногда случаются. Но разве не чудо, что посреди уральского леса выросли эти шаровидные лиственницы, которые более нигде в этих краях не встречаются. Все легенды об уникальных деревьях, возраст которых минимум два столетия, знает хранительница кужановских лиственниц Абдулина Клара Хатаповна. Ее семья официально взяла на себя обязательства по охране памятника природы. Но о необходимости помимо забора установить на территории видеонаблюдение женщина даже не задумывалась. Ведь сюда никто не приходил с плохими помыслами. До минувшего четверга, когда некие варвары с бензопилами совершили, возможно, непоправимое. «Четверг не приехала, потому что внуки приехали. А пятницу, пол первого, давай поехали. Приехали, никакой машины нет, только стоит одна машина, и отсюда идут две женщины. Они позвали меня, Клара Хатаповна, иди сюда. Пришла, здравствуйте. Какой вопрос?» «Нет вопросов у нас нет, у вас все деревья повредили». Как повредили? Пилили!» Полицейские опросили местных жителей деревни Кужаново, но кто орудовал бензопилой, никто не видел. «В настоящее время по факту незаконной рубки лесных насаждений выдвижено уголовное дело. Устанавливается обстоятельство произошедшего и ведется розыск подозреваемых». Если виновного найдут, ему грозит штраф до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до 7 лет. Отвечать в суде будет за рубку деревьев. Перед людьми – за уничтожение нашего наследия. Надежда Кенаш, Влад Гусев, телекомпания «ТВИН». К другим темам. Жильцы двух домов по проспекту Карла Маркса больше никогда не смогут войти на свои балконы. Их конструкции признали аварийными. Управляющая компания приступила к сносу балконового ограждения и плит. Хозяева квартир протестуют. Коммунальщики молча делают свое дело. На чьей стороне истина, выясняла Елена Тимофеева. Людмиле Ивановне, 83. Она уже давно не выходит на улицу. Балкон для нее – единственный способ подышать свежим воздухом. Он также заменяет пожилой женщине погреб и холодильник. Как же мне надо без балкона. Сваришь суп и хоть маленько его вытащишь, а здесь постоит. А так оно все скисается. Я не знаю, как без балкона. Уведомления о том, что их балконы подлежат демонтажу, жильцы 32-го и 34-го домов по Карла Маркса получили месяц назад. Суровый приговор вынесен не всем конструкциям, а только аварийным. Из 40 балконов на двух этих домах экспертиза признала опасными 23. Жильцы с заключением специалистов согласны, но возмущены своей управляющей компанией. Долгие годы она не ремонтировала бетонные основания, чем и допустила их сегодняшнее аварийное состояние. Мы хотим, чтобы нам сделали полную реставрацию балкона. Чтобы это было красиво. Мы хотим оставить балконы. Мы же не зря купили квартиру в этом доме с двумя балконами. Выходить на балконы жильцам запрещено. На 2 ноября управляющая компания запланировала общее собрание. На нем должна была обсуждаться судьба балконных конструкций. Однако за 4 дня до собрания уже начался демонтаж. По сути нас лишают общедомового имущества в виде балконных плит и металлических ограждений. Но также нас лишают нашего пространства, балкона. То есть нас лишают. И дело в том, что по документам все квартиры идут с балконами. То есть уменьшается стоимость квартиры, уродуется фасад. В управляющей компании Курс отмечают. Фасад не уродуется. Все делается во имя безопасности пешеходов и жильцов двух домов. Они, кстати, сами пожаловались коммунальщикам на разрушающиеся балконы. Имея заключение экспертизы и проект демонтажа, управляющая компания хочет как можно скорее убрать опасные конструкции. Ведь при несчастном случае уголовная ответственность будет лежать на коммунальщиках. Кто понесет ответственность, потому что балконы могут обрушиться в любое время, в любой момент. Они могут обрушиться и через, возможно, несколько лет или через несколько дней. А могут они обрушиться и в тот момент даже, когда мы с вами сидим и разговариваем. Что мы видели по демонтажу первого балкона, о том, что фактически это рухлядь. Это не бетон или еще что-то. Проект демонтажа балконов согласован с управлением архитектуры. В соответствии с документом для сохранения единого стиля, с двух домов нужно будет срезать абсолютно все балконы. Но управляющие компании решили убрать пока только аварийные. На их местах к стене дома сразу крепятся металлические решетки, которые именуют французскими балконами. В проектный институт, наш граждан-проект, Мактагорс-граждан-проект, направили сегодня письмо. Мы позвонили с ним, они говорят, давайте письмо, о том, что возможно ли какое-то другое решение, то есть возможно ли там что-то сделать, произвести, то есть какие-то, может быть, создать иные конструкции балконов. Ну, соответственно, подождем, но это же не будет влиять на то, что не снести аварийные. Аварийные надо снести. По расчетам коммунальщиков, демонтаж 23 аварийных балконов займет две недели. Хозяева квартиры не хотят чувствовать себя французами и решили всеми силами бороться за сохранение магнитогорских балконов. Вчера я вызвал сотрудников полиции, написал заявление на самоуправные действия со стороны управляющей компании сегодня и отнес коллективное обращение от жильцов двух домов в прокуратуру на личный прием заместителю прокурора Ленинского района. В управляющей компании, в свою очередь, отметили, что сами подадут в суд на жильцов, если те не позволят им демонтировать балконы. Наезд на пешехода по-прежнему продолжает оставаться самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий в нашем городе. С начала этого года в подобных авариях погибло 10 человек. 99 получили травмы. Большинство фактов наезда на пешехода совершено прямо на пешеходных переходах. Об одном из последних происшествий с пострадавшим на зебре расскажет Юлия Никифорова. Вы видите запись видеорегистратора из автомобиля, водитель которого сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло в темное время суток, рано утром на улице Советской. 28 октября в 7 часов 30 минут 42-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot 206, следовал по улице Советской и в районе дома номер 5А совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате наезда 52-летнему мужчине причинены телесные повреждения в виде открытого перелома костей голени со смещением ушибов с садин тела и лица. Пострадавший госпитализирован. Пострадавшего в этом дорожно-транспортном происшествии пешехода Рината Бадгареева наша съемочная группа навестила в травматологическом отделении медсанчасти. В настоящее время он прикован к постели, перенес операцию по восстановлению кости голени, готовится к следующей. В то злополучное утро Ринат Явитович, как обычно, шел на работу. Мужчина работает электриком на хлебокомбинате. Шел на работу, переходил по пешеходному переходу. Сам не ожидал такой ситуации. Он притормозил, я съехал с капота, упал на асфальт, и слышал, что он дал газ. Ну, потом вернулся, сам вызвал полицию и скорую помощь. По словам инспектора ГИБДД Нонны Гейнс, водитель Пежо вину признает. Перелом конечности относится к категории тяжкий вред здоровью. На водителя, согласно закону, должно быть заведено уголовное дело. В действиях водителя автомобиля Пежо усматривается нарушение пункта 14.2 правил дорожного движения Российской Федерации, в котором указано, если перед нерегулируемым пешеходным переходом замедлило движение либо остановилось транспортное средство, то водители, следующие в попутном направлении, также обязаны снизить скорость либо остановиться. В правой полосе снижал скорость и останавливался автомобиль «Газель». При этом водитель, двигавшийся по крайней левой полосе, мер к снижению скорости и предотвращению наезда на пешехода не предпринял. Самое удивительное в этой трагической истории – человеческие взаимоотношения, которые сложились у пешехода и водителя. Водитель навещает Рината Явитовича, переживает за него, предлагает помощь. Пострадавший, в свою очередь, виновника ДТП готов простить и совсем не хочет, чтобы на того заводили уголовное дело. Ну, случилось, случилось. Всякое бывает в жизни. Зла я на него не держу. А то, что его могут завести уголовное дело и посадить, никому пользы от этого не будет. Тем более, у него циррой, детей. Кормить-то надо. Государство наше не сможет прокормить его семьи. Я лично такого мнения. Ринат Бодгареев – четвертый по счету пешеход, пострадавший от наезда автомобиля только за одну минувшую неделю. Наезды на пешеходов составляют более 45% от всех дорожно-транспортных происшествий в нашем городе. Юлия Никифорова, Владислав Гусев, телекомпания ТВН. Продолжаем программу. Старший мастер участка охладительных устройств, доменных печей и воздухонагревателей Илья Свиридов признан лучшим работником по итогам месяца. На металлургическом комбинате он трудится более 15 лет и благодарен судьбе за то, что стал частью сплоченного коллектива металлургов. С одним из лучших в своей профессии познакомился Андрей Рыжков. Мне очень нравится быть в центре производства, именно этого металла смотреть. Это очень завораживающе, во-первых, когда бежит чугун по желобам. Это очень завораживающая картина. Очень красиво. Однако, все случилось не сразу. Целых 7 лет после окончания 13-го лицея в 1998 году Илья Свиридов работал в Тресте, водоканал. Говорит, не смог разглядеть тогда преимуществ градообразующего предприятия для личных перспектив. Ветер в голове был. Молодой, неопытный. Некому было тогда направить. На теперь уже ставший родным металлургический комбинат и конкретно в доменный цех Илья Анатольевич пришел в феврале 2005 года. Устроился водопработчиком 5-го разряда. Молодому работнику повезло с наставником. Мой наставник Евгений Викторович Докукин мне уже все досконально рассказал, объяснил, показал. Ну и, наверное, благодаря его знаниям и как он умел передать свой опыт я достиг таких высот, как я сейчас занимаю. Нам его будет очень не хватать, как очень хорошего, грамотного специалиста. Спустя некоторое время Илья Свиридову присвоили 6-й разряд, затем он стал старшим водопроводчиком, мастером, а два года назад старшим мастером. На помощь которого всегда могут рассчитывать подчиненные. Работаю с 11 лет с Ильей Анатольевичем. Отзывчивый человек. То есть, если какая-то проблема у нас, сразу звоним ему, он нам объяснит, все подскажет, не кричит, все спокойно, выполняем свою работу. Мне вот как нравится, как мастер он работает. Всегда спросишь, всегда скажет, подскажет. Ну и от него тоже больше опыта берешь, потому что у него больше опыта. Илья Анатольевич говорит, очень удивился, узнав о том, что стал лучшим в профессии. Ведь ничего особенного он не делает, просто выполняет свои обязанности, отвечает за охлаждение доменных печей. Лучший мастер подчеркивает при этом с таким коллективом любые вершины по плечу. Когда я пришел в доменный цех и когда начал общаться с коллективом, я понял одно, что это не рабочий коллектив, это одна большая семья, которые приходят в любой ситуации на помощь любому человеку, любой ситуации, какая бы ни случилась. И я этим горжусь, то, что я являюсь частью этой семьи. Андрей Рыжков, Александр Бакаров, телекомпания «ТВИН». Тираж 50 экземпляров. На днях увидел свет 12-й том «Книги памяти», изданием которой занимается Геннадий Васильев, историк, краевед Магнитки. В каждом абзаце свежего тома имена и жизненные истории южноуральцев, которые на себе ощутили воздействие политических репрессий. В двух словах не скажешь. Историй, здесь просто тьма. Это как раз-таки истории о времени, в которых жили и выживали наши предки. «Книгу памяти», первый том, который вышел в 2009 году, Геннадий Васильев называет не иначе, как своим детищем. 12 томов с именами и судьбами жертв политических репрессий включают истории примерно 40 тысяч человек. Несложно подсчитать, что материалы для одной части книги магнитогорский историк-краевед готовит в среднем в течение года. Для этого много работает в архивах, опрашивает родственников политзаключенных. Я нахожу фотографии осужденных, расстрелянных. Фотографии делали следователи НКВД во время следственных мероприятий. Ценностей этой информации просто нет. Нередко изучив книгу памяти Васильева, читатели узнают о своих родственниках, о существовании которых даже не подозревали. Устанавливаю имена детей, младенцев, которым не суждено выжить в условиях холода и голода. Но их имена я устанавливаю, и родственники не знают о том, что у них еще были родные, которым не суждено было выжить. Картины вот эти вот писал заключенный, художник заключенный, который сидел после войны в лагере. Ну вот он писал картины, которые вот до нас дошли. В одном из томов книги памяти есть информация и о родственниках самого автора. Вот седьмой том, история моего рода. Мой родной прапрадед был атаманом Обручевской станицы до революции. Его сын, мой двоюродный прадед, атаманом Обручевской станицы после революции. Геннадию Александровичу даже удалось отыскать и зафиксировать фотографию доноса, который разделил жизнь его родственников на до и после. За годы, что Геннадий Васильев занимается изданием книги, у него появилось немало единомышленников, которые помогают автору в поисках ценной информации. Когда раскулачили дедушку и бабушку, перечень, что все эти черновики сохранены в первозданном виде. Там же бумажка, все это есть, согласно. Он сам был удивлен, что все это сохранилось. Автор раскрыл секрет. У него уже собрано 70% информации для следующего тома, 13-го по счету. Сколько всего частей будет в книге памяти, Геннадий Васильев предугадывать не берется. Главное, в чем он уверен, что делает важное и нужное дело – восстанавливает память о земляках. Об осужденных по 58-м статье ни начальников, ни руководителей, ни военных, а о простых людях, работягах, первостроителях Магнитогорска. Я всем родным своим покажу. Сама ее сначала прочитаю, а потом понесу брату и двоюродных у меня еще четверо. Дина Наумова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Завершился первый отрезок регулярного сезона континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский металлур, который в октябре испытал серьезные проблемы с составом, потерпел четыре поражения подряд на родном льду. Но на исходе очередной домашней серии сумел провести достойный матч и одержать долгожданную победу. Как это было, расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Матч против Салавата Юлаева магнитогорцам откровенно не удался. И главным виновником этого было убойное финское звено гостей. Тему Хартиканин, Маркус Гранлунд и Сакари Манинин на протяжении всей игры методично вскрывали оборону Металлурга и организовали четыре шайбы. Две Глебуносову и две сменившему его Артему Загидулину. Хозяева сумели ответить лишь голом Андрея Нестрашила. Итог 1-4 и четвертое домашнее поражение подряд. Перед матчем с трактором тренерский штаб Металлурга перетасовал все звенья, а главным усилением стал вернувшийся из лазарета вратарь Юхал Кенуора. Почувствовав надежность на последнем рубеже, магнитогорцы смелее шли в атаку, заставляя соперника не только много обороняться, но и нарушать правила. В стартовом периоде хозяева реализовали две попытки в большинстве из трех. Сначала великолепным пасом Тейлора Бека мастерски воспользовался Сергей Мазякин. А чуть позже свою уже седьмую шайбу за Металлург забросил новобранец Семен Кошелев. Я думаю, по счету все понятно. Мы играли очень хорошо, много играли в их зоне. Это тоже нам, наверное, не хватало. Быстрый переход из оборонного атаки. Первый период прошел отлично. Надеюсь, что следующие два будут еще лучше. Второй период получился почти образцовым с точки зрения оборонительных действий. Магнитогорцы успешно нейтрализовывали атакующие порывы соперника, позволив нанести всего четыре броска в створ. Один из них имел все шансы оказаться голевым, но Алкин Уора сыграл блестяще. И буквально тут же классная передача Плотникова позволила Юхе Ламико убежать в отрыв и поставить в тупик вратаря гостей, поразив ближний угол. В заключительном отрезке команды много играли в большинстве. Сначала «Металлург» не использовал отличный шанс реализовать преимущество 5 на 3, и наказание наступило быстро. Трактор сократил разрыв. В оставшееся время уже магнитогорцы трижды нарушили правила, однако уверенно отработали в меньшинстве и не позволили сопернику обострить интригу. Окончательный счет эффектным броском по пустым воротам через всю площадку установил Егор Мартынов. 4-1. Да, ребята молодцы, очень компактно и очень хорошо отработали. Вытащили из себя все последнее. Несколько выходных и потом готовиться, нам надо набрать форму. Мы хорошо, что сегодня три периода продержались. Молодцы ребята, а так, в принципе, нам надо набрать форму. Первый матч после паузы «Металлург» проведет 10 ноября в Челябинске. Дома команда сыграет 12 ноября с финским «Йокеритом». Завершился чемпионат Магнитогорска по футболу в формате 8 на 8. Свой высокий уровень в очередной раз подтвердила сборная ММК «Метис». Одержав 15 побед в 18 играх, она стала победителем турнира. На одной из тренировок чемпионской команды побывала наша съемочная группа. Боевая футбольная команда появилась на предприятии около 8 лет назад. Как и в большом спорте, состав ее обновлялся, но цели оставались неизменными – стать сплоченным побеждающим коллективом. В 2018 сборная ММК «Метис» дошла до финала всероссийского турнира «Золотой мяч». В прошлом выиграла чемпионат города, в нынешнем повторила успех. Но помимо побед в самом существовании этой команды есть важный смысл. Она является очень хорошим примером для всех, кто ее окружает. Примером того, как можно совмещать работу и здоровый досуг. В прошлом году, когда мы были на финале, все руководители, директор был Александр Алексеевич Мухин, и вот просто такой заряд мы получаем от той энергетики, которая исходит от них. На мой взгляд, вот эта энергетика, она еще и помогает и на работе. Отсюда и всесторонняя поддержка руководителей. Футбольная команда – гордость и ценность метизников, а значит, имеет право на особое отношение. Но, заметим, без ущерба для производства. Ну, хотелось бы в первую очередь поблагодарить директора завода Монкомитис Александра Алексеевича Мухина, также профсоюзную организацию, в том, что они оказывают постоянно помощь нам во всех соревнованиях, дают возможность съездить на турниры всероссийские. Еще руководство предприятия оплачивает для своей команды аренду площадки в легкоатлетическом манеже. Раз в неделю здесь проводится обязательная тренировка. Еще пару раз команда собирается в других местах – в эко-парке, на открытых полях спортклуба «Металлорг Магнитогорск». Когда из-за пандемии манеж на время закрылся, поддерживать форму стало тяжелее. Но тут, кто хочет, всегда найдет выход. Мы с детства к этому привыкли. То есть, я думаю, что сейчас все, каждый из нас старается не пропускать тренировки, если есть возможность. Ну, единственное, если попадает рабочая смена, ну, там уже как бы тоже нужно зарабатывать, нужно работать, помогать производству. Если с тренировками были сложности, то с проведением самого чемпионата города в формате 8 на 8 все прошло четко. И за это чемпионы благодарны руководству центрального стадиона. Десять команд в течение нескольких недель сыграли двухкруговой турнир. Сборная ММК «Метис» одержала 15 побед при двух ничьих и всего одном поражении и выиграла главный трофей. Для этих парней словосочетание «командный дух» – не просто красивый образ. Все их успехи логично вытекают из умения быть единым коллективом. Мы их приглашаем даже просто как волонтеров, когда происходят какие-то такие вещи, как вот сейчас в эпоху пандемии. И они буквально вот по первому зову откликаются, все как одна действительно команда. Павел Зайцев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv-fisin.ru. Всего доброго и до встречи!